Хорошо, что турнир закончился на положительной ноте, что мы выиграли в Финляндии, потому что игра складывалась непросто. Но в концовке, думаю, что мы как раз проверили характер, вышли вперед и закончили игру победы. Конечно, игры с командами Литвы и Белоруссии показали то, какие у нас проблемы есть, конечно, в передней линии, потому что, ну и не только в передней линии, проблемы всегда есть, их можно всегда найти. Но очень много забитых мячей было нам игроками передней линии, центровыми, четвертыми, пятыми номерами. Игроки высокие, более подвижные, опытные, может быть, это сыгранные. У нас, конечно, чуть-чуть вот с этим, если в Польше у нас удачно сыграли игроки передней линии, то я считаю, что в Литве немножко надо доработать. Каждый в игре где-то себя проявил, в последней игре, там Оля Дубровина, там где-то Алена Самбурская. То есть можно всех игроков. Алина тоже здорово сыграла одну игру. Ну все, где-то понемногу, потому что нам надо было посмотреть игроков в разных ситуациях, поэтому мы старались состав менять. Ну, такое было решение, наверное, что Люба стала лучшим игроком. Конечно, Алиса Евтушенко у нас с нами была с первых дней. Что я могу сказать? Хорошая девочка, перспективная. С ней, конечно, нужно работать и где-то должна играть, потому что быстро схватывает. Очень хорошо работала. Ну, пока еще, конечно, чуть-чуть надо подождать, но, конечно, нужно работать ей. Ну и Аня Зарицкая – это просто игрок четвертого номера позиции. Поэтому мое решение было взять Лену Жиржирину. По тактике у нас есть несколько взаимодействий и комбинаций с прошлого года, поэтому она знает. Ну, то, что опыт, она играла тем более в Венгрии не один год, хорошо знает игроков венгерского чемпионата и вообще игроков венгерской сборной. Вот, поэтому я думаю, что она поможет. Так, все. Сегодня у нас последний день. Уже, я думаю, что у всех настроение такое, как заканчивается какая-то работа, и надо ее в бой, поэтому будем стараться. Как-то не чувствуется в коллективе, что сильное такое волнение и тревога. Это может быть здорово. Еще молодежь, может, не осознает того, что произойдет с ними дальше. Для нашей команды, я думаю, для меня и для тренерского состава, приемлемая только, конечно, победа и... Ну, только победа, больше ничего. Так как у нас проходила подготовка, мы готовы ко всему. Ну, как сказать... Ну, довольны тем, что, как бы, хоть у нас и мало времени, но на сборы, на подготовку, то есть, ну, команда, ну, толком не сыгранная, ну, людей как-то... Ну, вообще, да, довольны тем, что за короткий срок быстро собрали команду, то есть, ну, все дружные, ну, и вроде получается. Ну, все будем стараться, то будем играть, выиграть. Все, ну, то есть, взрослые девочки, ну, команда опытная. Да, я со всеми девочками знакома до сборной, то есть, ну, вообще приняли, ну, хорошо. Ну, мне нравится, все дружно. Будем играть, ну, показывать, что можем. Ну, получится там. Ничего не жду, но победу жду. Сбор, конечно, был хороший, но у нас два обидных поражения. Считаю, мы могли выступить лучше, но так получилось, может, с силой того, что мы... Ну, у нас мало времени было на подготовку, еще эти отъезды были на игры. Вот, ну, так, в принципе, готовимся. Не знаю, как они выделили, потому что, ну, как-то в каждой игре, ну, девчонки раскрывались по очереди. Ну, не знаю. Омолодился состав, безусловно. Из прошлогоднего состава, получается, я, Жоржарунова, Кочубей. Ну, остальные, ну, Сазоненко, да. Остальные все девочки, конечно, подключались, ну, периодически в сборную, но, ну, в составе, как таковом, ну, не выступали. Будем бороться. В принципе, все сборные сейчас не в таком составе, как раньше. Тоже омолодились и, ну, много травмированных. Поэтому я считаю, что у нас шансы, ну, достаточно велики.